В этом году открытый кубок памяти Евгения Панова прошел по четырем видам спорта. Футболу, бадминтону, настольному теннису и волейболу. Для многих Евгений Михайлович был и будет примером честного отношения к жизни, к работе, к людям. На мероприятии присутствовала его семья, жена, дети и внуки. Торжественное открытие турнира состоялось на футбольном поле у школы. Мне кажется, когда мы так вот чтим его память, эта память будет жить в веках. Она будет передаваться от нас, нашим детям, нашим внукам. Таких людей надо помнить, надо знать. Точка отсчета, начало соревнований стал гимн Российской Федерации и запуск в небо воздушных шаров. Турнир объявляю открытым! В течение нескольких дней шли отборочные туры. И вот юные футболисты съехались со всего московского региона на финальные игры открытого кубка по мини-футболу, чтобы побороться за звание лучших. Московский клуб «Пантера» представил легендарный игрок сборной России Александр Панов. Такая честь, 10 лет уже проводятся турниры и нам приятно участвовать в таком мероприятии. Во-первых, это праздник футбола детский, и все эмоции, радости и печали все в одном, как говорится, турнире. Почтить память человека, который был гордостью поселения, в этот день могли не только дети. Турнир был разновозрастным и раскинулся на нескольких площадках. Так, например, в спортивном зале Центра физической культуры и спорта состоялись соревнования по волейболу среди мужских и женских команд. А в фитнес-центре прошли игры по настольному теннису. Здесь также боролись взрослые игроки. Татьяна Москалец, жительница Видного, участвовала в турнире впервые, но продемонстрировала интересную игру. Она считает, что такие состязания необходимы для молодежи. Они воспитывают в памяти подрастающего поколения уважение к истории родного края. Всегда рада и приветствую, когда дети участвуют в соревнованиях. Для них это даже важнее, чем для нас. Мы уже играем для себя. Они должны расти, они должны видеть, что это здоровый образ жизни, что для них открыты все дороги, все пути. И вот я считаю, что вот этот турнир именно дает им эту возможность и дает увидеть перспективы развития в спорте, участия в таких соревнованиях. Большой интерес среди молодежи вызвали соревнования по бадминтону. Мальчишки и девчонки сменяли друг друга на площадке, а строгая жюри следила за правилами игры и подсчитывала очки. Мага Абдул-Вагидов рассказал, как настраивается на игру и чем его привлекает этот вид спорта. Я не боюсь ничего. Думаю, что я выиграю. Думаю, что все будет хорошо. Подрастающее поколение, которое участвовало в турнире, не застало Евгения Панова. Многие родились уже после его смерти, но тот праздник, который ежегодно устраивает администрация поселения, не может оставить ребят равнодушными к истории и настоящей жизни своего поселения. Алексей Мельников, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.